Эти кадры сильно испугали Украину. Эти мужчины – бойцы национальной дружины народного ополчения. Группа ультранационалистов марширует по центру Киева. Они говорят, что пришли навести порядок. Но сами нередко прибегают к насилию. У национальной дружины есть полномочия патрулировать улицы украинских городов. Дружинники пригласили нас поучаствовать в таком патруле, чтобы посмотреть, чем они занимаются. По их словам, этот игровой салон имеет незаконные связи с Россией. Здравствуйте. Игра закончена. И его нужно закрыть. Сегодня уже не границ. Сюда вызывают полицию. А что там выбываете? И прибывшие полицейские неохотно приступают к рутинной работе. Члены национальной дружины хотят, чтобы мы убедились – они несут добро. Национальная дружина. Полиция не справляется со всеми проблемами, которые существуют в нашей стране. Естественно, мы, как патриоты Украины, возглаживаем эти функции на себя. Такое видение находит у некоторых поддержку. В стране, где уровень доверия официальным властям невысок. Все это выглядит довольно безобидно. Добровольцы из молодежи борются с мелкой преступностью. Однако эти ребята совсем не бойскауты. Так отряды национальной дружины ведут себя, когда за ними не наблюдают журналисты. Нам рассказали, что таким рейдом подверглись более 20 заведений, принадлежащих одной компании. Несколько раз национальная дружина вступала в стычки с полицией. Нормально ли прибегать к насилию для достижения своих целей? Когда кто-то пытается подавить волю народа, используя правоохранительные органы или частные армии, у народа есть право потребовать соблюдения своих прав и при необходимости применить силу. Национальная дружина уже показала свою силу и в украинской политике. Это заседание горсовета в городе Черкассы. В ходе последнего заседания в зал ворвались бойцы над дружиной и пытались угрозами заставить депутатов принять давно обсуждаемый городской бюджет. История повторяется. Если посмотреть на Германию, когда нацисты только пришли к власти в начале 30-х годов, там происходило примерно то же самое. В прошлом лидеры национальной дружины не скрывали свои принадлежности к откровенно расистским, даже неонацистским группам. А их очевидная безнаказанность заставляет многих предполагать, что дружинники пользуются серьезной поддержкой властей. Сами власти это категорически отрицают. Пресс-секретарь украинского МВД уверяет, что люди относятся к национальной дружине слишком серьезно. Посмотрите на нас. Мы такие сильные, мы такие серьезные. Поверьте мне, это все неправда. Власть на улицах только одна. Это полиция и официальные власти. Но вопросы остаются. Кто стоит за этими зловещими отрядами? Почему власти терпят их, несмотря на то, что они чинят насилие? И главное, для чего в конечном итоге формируется эта сила?